В Тамбове стартовала восьмая международная Покровская ярмарка. В этом году она собрала рекордное число участников. Заявки подали 1252 предпринимателя. Все они уже завтра развернут свои торговые площадки. А сегодня начала работу одна из важнейших частей Покровской ярмарки традиционный деловой центр. На площадках города в живом диалоге встречаются представители власти, бизнес-сообщества, ученые и молодые умы. О самых важных событиях сегодняшнего дня вам расскажут Людмила Войтович, Юлия Савушкина и Павел Юрасов. Прелюдией к масштабной международной Покровской ярмарке стала работа делового центра. Практически от рассвета до заката параллельно друг к другу проходили десятки лекций, секций и дискуссий. За круглым столом встретилось беспрецедентное количество участников со всей страны. Диалог власти и бизнеса ведется по строгим правилам. Чтобы выиграли обе стороны, необходимо искать взаимовыгодные решения. Для этого правовая база должна динамично изменяться. Этим занимается Институт оценки регулирующего воздействия. Оценка регулирующего воздействия – это набор технологий, так называемых инструментов, который позволяет при получении публичных консультаций, работы с экспертным сообществом, научным сообществом, выявить в нормативно-правовых актах избыточные регулирующие положения для бизнеса и исключить в дальнейшем эти положения. В формате круглого стола лучшими практиками ОРВ-технологий поделились специалисты Московской, Липецкой и Рязанской областей. В режиме видеоконференции к обсуждению присоединились профессионалы Ульяновской области. А с Минэкономразвития России был организован отдельный видеомост. Деловой центр – это несколько крупных площадок, одна из которых – Тамбовский технический университет. Именно там прошла ярмарка вакансий. В одном месте собрались 20 крупных работодателей сферы общественного питания и обслуживания. Региональный рынок общественного питания насчитывает более полутора тысяч предприятий. В торговле заняты почти 10 тысяч. Сегодня будущая карьера пришла к студентам прямо в их альмаматор, в то время как университеты и колледжи подписывали соглашение с торговыми сетями. Здесь представлены практически все ритейлы на сегодня. Это и крупные федеральные сети, и наши сети тамбовские. Здесь представлены предприятия общественного питания. Самое главное, что здесь в основном будут презентоваться ровесники студентов. Те, которые еще вчера вышли из этих учебных заведений и остались в Тамбовской области. Выбрать действительно было из чего. Например, любого желающего ждет работа в лучших ресторанах города. Бренды некоторых уже распространились далеко за пределы области. Наша сыроварня открылась буквально месяц назад. Мы производим мягкие сыры, молодые сыры, то есть по-другому их можно назвать. Это сыр бурата, сыр моцарелла, сыр страчителла. После сыра мы будем ложить свежую ягоду, потому что сыр страчителла, ну, очень компетентен с ягодой. Все рецепты Юлия лично привезла из Италии, где, кстати, ее кулинарные работы добились признания местных критиков. Изготовление экзотических для Тамбова мягких сыров, да и мастерство повара как таковое, студенты уже сейчас могут получить в школе Рестфэмили. На работу в саму школу готовы взять дизайнера, администратора, бухгалтера и специалиста по пиару. Пожалуй, самая насыщенная программа развернулась на площадке нового технопарка «Миэлта». Там работает моя коллега Людмила Войтович. Людмила, тебе слово. Да, Павел, добрый день. Сегодня в регионе открылся первый IT-технопарк «Миэлта». Он призван стать центром инновационного предпринимательства. И сегодня презентационные площадки развернули резиденты технопарка – бизнесмены, ученые и молодые специалисты. Куда ни взгляни, везде разработки цифровой экономики. Для нашего региона особенно ценны новации ВПК. Мичигава представил комплекс виртуальной реальности по селекции яблони. Посетитель может изменить плод, меняя гены в цепочке ДНК яблока. А этот молодой человек пытается силой мысли управлять шариком. Чем больше поток, тем сильнее поднимается. В скором будущем новшество найдет применение в различных отраслях экономики. В рамках фестиваля науки воспитанники «Кванториума» удивляли робототехникой. Ожившие собратья демонстрировали виртуозный танец. В рамках открытия технопарка губернатору предложили на себе оценить внедрение цифровизации в сельское хозяйство. Позвольте вас пригласить в кабину трактора. Этот трактор оборудован автоматизированной системой управления, так что рулить можно без помощи рук. Технологии автопилотирования последние годы активно используются на полях Тамбовской области крупными компаниями. Позволяет снизить затраты и увеличить производительность. На память техника, испытанная губернатором, получает автограф. Уже на деловой площадке губернатору презентовали проекты безналичной оплаты. Это коснется питания школьников и проезда в пассажирском транспорте. Уже с 1 ноября в автобусах и троллейбусах области заработает система безналичной оплаты с помощью транспортной карты, телефона или часов. Встреча бизнеса, науки и правительства завершается подписанием соглашений. Перефразируя известное выражение, губернатор дает старт цифровизации области. Одним из важных стало соглашение с исполнительным директором Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия. Предметом становится привлечение инвестиций в нашу область. Я совершенно уверен, что с таким коллективом, с таким управлением Ангурская область шагнет значительно быстрее в новую эру, в цифровую эру, чем все остальные, которые сегодня имеют большие потенциалы. Гости площадки отметят, что еще недавно цифровизация экономики была далекой, а теперь воспринимается как естественный процесс. В этом году на Большом форуме открытых новаций в Москве на площадке Сколково правительством региона будет подписано соглашение о создании цифровой платформы. Вот вчера признаны всеми, и представители Государственной Думы, и Совета Федерации, и Академия наук, и Министерство средского хозяйства, и Министерство науки, все относятся к Тамбовскому областью, передовой в этом смысле регион, который первой в стране пытается систематизировать, провести такую комплексную работу по созданию платформы, цифровой платформы в этом промышленном области. В рамках работы делового центра было подписано 10 соглашений в технической, финансовой и образовательной сферах. Но сегодня продолжают работать немало площадок. О том, что происходит в геометрии бизнеса, расскажет моя коллега Юлия Савушкина. Юлия, вам слово. Да, спасибо, Люда. Действительно, программа делового центра продолжилась в геометрии бизнеса. За этажом выше сейчас идет защита проектов предпринимателей Тамбовской области. Отдельное внимание посвящено повышению финансовой грамотности населения региона. А за этой дверью прямо сейчас представители малого и среднего бизнеса расширяют собственные знания в области экспортной торговли. Прежде всего, участники обсудили возможность реализации тамбовской продукции за границей в сети. Интернет, по словам представителей российского экспортного центра, один из самых простых и эффективных каналов для развития экспортной торговли. В числе слушателей свыше полусотни тамбовских предпринимателей и представителей исполнительной власти. Тема оказалась более чем актуальной. Я занимаюсь проектом уже полтора года. И последние полгода прямо чувствуется ажиотаж. Прямо чувствуется ажиотаж. И особенно приятно, что он идет не из Москвы, а именно из регионов. Многие регионы, в том числе, даже в первую очередь Тамбовская область, заинтересовалась этим каналом. К теме финансовой грамотности тоже нашлось немало неравнодушных. Круглый стол, посвященный острой проблеме, еще одна важная составляющая работы делового центра. Первый вице-губернатор Александр Ганов и управляющий Тамбовским отделением Центробанка Михаил Носенков подписывают соглашение о сотрудничестве в этом направлении. Это старт совместных действий, которые должны помочь тамбовчанам стать не просто финансово грамотными, но, по сути, более сильными и независимыми. Он не зависит ни от каких-то колебаний, ни от каких-то воздействий извне. Он умеет выстроить свою жизнь таким образом, чтобы не было проблем, не было трудностей. А если вдруг какие-то неприятности случаются, максимально легко, непринужденно и быстро с ними справляться. На данный момент у нас существует огромное количество разнообразных программ, которые местами пересекаются, местами, мягко выражаясь, мешают друг другу. И мы говорим о том, что нам необходимо всю эту работу систематизировать. Ну а кульминация событий ждет нас всех уже завтра. Считанные часы остаются до начала работы ярмарочных рядов. По традиции они развернутся на улице Набережная 1252 предпринимателей, делегации из 10 стран. В этом году Покровская ярмарка побьет все рекорды и станет особенно масштабной. Организаторы приготовили множество сюрпризов.